В Москве прошел парад невест. Его участницами стали 50 девушек, которые в этом году вышли замуж. Их цель доказать, что из любой свадьбы можно сделать красивое шоу. В ряды марширующих невест проник Паша Мавриди. Свадебные наряды этих девушек навсегда запомнились не только женихам, но и сотрудникам ЗАГСа. На парад пригласили только самых необычных невест этого года. Грудь вперед, улыбка на лице, потихонечку пошли. Клечатая юбка, красные накладные ресницы, шапка колдуньи. Вот он, современный облик невесты. А образ черной ведьмы в этом году вообще пользовался особой популярностью. Это так плохо. Почему в черном? Черная вдова. Но это только образ. Олеся на шествие невест пришла в кокошники. Со дня свадьбы она никуда не ходит без мужа. На параде доверила ему нести знамя любви и верности. Она меня разбудила в 5 утра, я приехал сюда. Ну и как тебе в параде невест? Да никак, не моёшь это. Он сзади идёт очень злой, так что я надеюсь, что он меня будет любить. При температуре воздуха плюс 7 невесты целый час маршировали по парку. Строй красавиц заинтересовал всех, почти всех. Вон там невесты идут, а тебе пофигу что ли? Да я тут жду людей. А невесты? Не надо. Кстати, девушки готовились к параду целый месяц. Репетировали с утра до вечера, а ночами подшивали ношеные платья. Но молодых мужей почти не оставалось времени. Не развелась ещё? А что, есть какие-то предложения? Есть бы выгодные контракты. Я подумаю. Парад невест оправдал ожидания участниц. Некоторые прохожие так воодушевились увиденным, что решили пожениться. Любимая моя, это самое главное, что должно было произойти в нашей с тобой жизни. Будь моей женой. Решили тоже не затягивать со свадьбой, но пока отрепетировали предложение руки и сердца на каменной скульптуре. Вашему авридию Андрей Минкин, Ньюсблог.